Ну что же, всем доброго вечера, уважаемые зрители. С вами Рхаб, с вами Мила и Лост. И у нас Южная Америка и уже финалы. Четыре лучшие команды, которые сразятся между собой за DPC-пойнты и за 100 тысяч долларов. Комментировать для вас будут Мила и Лост. Привет. Здравствуйте, Мил. Здравствуйте, Мил. Здравствуйте, все. Я новичок на данном регионе. И будучи истинно, я что-то про некоторые команды знаю, например, про Танда, Предатор. Там известные игроки, многие помнят, там, Мэтью, о том, как он классно выступал до этого. Но, чисто говоря, например, я вообще ничего не знаю про Аппу, Kings of Kings. И поэтому буду вместе с вами исследовать и познавать данный регион. Ну что же, драфты уже в самом разгаре, поэтому давай переключаться на них. И в драфтах у нас уже Инвокер и Снэпфайр от King of Kings против Манки Кинга и Марса от Тандеров. Несмотря на то, что Дима не следил за этим регионом, потому что по очевидным причинам он следил за дневными регионами, за СНГ дотой по большей части. Вообще очень забавно, когда ко мне приходят ребята из дневной жизни, как говорится, они мне рассказывают, что там творится. И меты очень разнообразные и совсем не похожи на то, что есть в Южной Америке. Ну вот, возможно, нам сегодня команды продемонстрируют, и у тебя будет возможность сравнить, что пикается в Южной Америке, и популярно ли это в СНГ и так далее. По поводу команд... Да-да-да. Говори, говори. По поводу команд... Ну, здесь, на самом деле, есть явный фаворит. Тандеры на протяжении всего сезона показывали себя с очень нехорошей стороны. King of Kings — это, знаешь, команда... Есть такая команда выходного дня. Здесь вот как пойдет. Иногда эта команда очень хорошо исполняет. У них есть очень крутой мидер. Но, тем не менее, по стабильности, наверное, с тандерами их сравнить сложно. Ну вот, давай по поводу драфтов. Первое, что бросается в глаза, это то, что здесь вообще напрочь отсутствует бейн. То есть в нашем регионе, по-моему, это герой, который был тир-один пик, тир-один бан. Его брали постоянно, он секюрил линии, бегал по карте, творил много чего интересного. Гангл, где-то сейвил, особенно если люди умеют с липом попадать под какую-нибудь опасную механику. Например, Ultimate Queen of Pain. Параллельно он уходит на легкую линию, уходит на сложную линию. Вообще много чего можно придумывать в играх с бейном. Там самое важное, что это еще и blocking bar control. И в этом регионе он вообще отсутствует. Это уже такая новость для меня. Потому что пока у нас глобальный патч еще не вышел, а его здесь не берут. Да, интересно, что появляется лич. Вообще смотрю на драфт King of Kings и прям вижу воида. Если его не украдут, то он смотрится просто идеально. Вместе комбинация Invoker плюс Snapfire, лич, что тоже в принципе неплохо. Хотя герой явно сейчас не самый популярный. Да, даже можно сказать, я удивлена, что вижу его у королей. В Южной Америке, по-моему, его там практически не бикали. Может, как-то один-два раза залетал. Но на этом все. И тем более тандеры сами забанили героев, которые очень хорошо смотрятся против воида потенциально. Это Бестмастер, который еще контроль дает сквозь БКБ. Это Легионка, тоже шикарный контроль. Это Вивер, который мог бы подсейвить. И это прямой контрпик воида в Рескинг. Да. И МКО, все, что нужно сделать аппу Kings of Kings, это просто найти героя, который сможет собрать всех в кучку. Конечно, таким героям классно бы смотрелся Маркс, но у нас там предаторы его моментально забрали. Поэтому нужна альтернатива. Вот конкретно ФСС Войт, да, это герой очень крутой, особенно для них. Но, может быть, там просто Корни очень хочет о нем говорить, потому что очень многие Корни любят, когда все в их руках зависит. Все в их руках, слишком большая ответственность. Ну, по сути, у Солянова ему бить с руки и инициировать. Там еще в живых надо оставаться. Поэтому троечка нужна. Троечка, которая на Верочку с останчиком врывается в толпу. Ну, первая, и начинает замес, вот глядя на драф противника, мне первое, что приходит в голову какой-то Тайт Хантер. Самый простой. На самом деле Тайт Хантер в Южной Америке появляется очень часто. Я бы даже сказала, это один из самых популярных героев под третью позицию. Плюс, опять же, учитывая Снефайер и Инвокера в пике, Снефайер очень любит какое-то количество, хорошее количество контроля. Здесь пока его не очень много. Поэтому, да, вот Тайт Хантер выглядит вполне реальным драфтом. Ну, задумались, King of Kings. Действительно, вот, либо сыграют они с Войдом. Несмотря на то, что вот Войд не так, чтобы очень популярен. Я думаю, что и в СНГ он также не так часто встречается. Под этот драфт Войд смотрится очень даже неплохо. Грозно, грозно. Тут особенно грозно он будет смотреться, если у него будет экзортовый инвокер с максимальным экзортом. Ох, там такие сочные бусы, треки залетать. И Абадон все это дело не спасает. Но это Акс. Это у нас Акс-герой, который менее прочен, ниже Тайт Хантер. Герой, который, ну, может, за вышку зайти. И Абадон ему не угроза. Такой небольшой плюс этого персонажа. Абадон, ну, по сути, на рейне ничего не сделает. То есть он просто обходит вышку и позволяет бабуле, например, заняться на карте чем угодно. Там сбегать в центр, помочь против Эмбера, пока тот не взял 6-й левел. Может быть, эту руну подконтролить. Может быть, сбегать легкую. Там так-то с личом получается боевой сетап. То есть Акс это у нас... Ну, такая потенциальная жадность, да, потому что этому герою нужно очень много. Ему нужно иметь очень много ХП, чтобы он там не отклеивался. Параллельно желательно, чтобы были какой-то магический резист или БКБ. Плюс нужно обязательно условие, чтобы он закол кого-то разорвал. А тут пока... Ну, только бабуля намечается такая из мощных убиваторов. Если он в одну цель прыгает, там чайник не суперэффективное оружие. Поэтому супер жадно. Акс это супер жадно, но есть потенциал. Ну, с Аксом я с тобой согласна. Вот знаешь, если у тебя есть Акс и у него не пошла игра, ему достаточно сложно камбэкнуть. А если у тебя есть Тайтхантер и у него не пошла игра, у него все равно есть кнопка, с которой он, скажем так, может быть полезен и может быть опасен для оппонентов. Все равно, когда ты знаешь, что у противника есть рэвэдж, ты как-то уже не то чтобы, знаешь, идешь вперед, драться и тому подобное. Будешь как-то держать позиционку, отправлять кого-то на передовую и тому подобное. Забанили Рейзера, забанили Луну. Кстати, вот интересно, что Тандеры, ну, я думаю, что ребята достаточно опытные и они не боятся Войда. Они решили, что Войд до них совсем не страшен, потому что здесь вот очевидно, что он мог залететь. В идеале таких плотных героев. Ну, посмотрим, посмотрим. Я бы на месте Тандера взял Медузу и вообще не парился бы. Просто идешь Медузой в легкую линию, кидаешь змейку, Абадончик там бегает, щитки накидывает, хроносферы ловим в себе вообще все, что есть у противника, МК на четверку. Ну, мы здесь ближний бой сложновато. И Медуза просто... Просто кайфует. Она, Акс, последний, наверное, герой, в котором хочет прыгать Акс, это Медуза. Потому что ее не разобить вообще никак. Если он прыгает, то это в один конец. До побачивания Аксевича и всем остальным. Медузу очень сложно закрыть будет драфтом мапу Kings of Kings. Ну что, давай, Мэтью. Пара донос. И, конечно же, может быть, какая-то четверка здесь. Прям вот так вот берет и резко переворачивает вообще все, что имеется. МК-4 с подсейвом. Ну, это просто фейслес воид. Они просто украли его. Как будто украли, да. Да. Как будто взяли и украли эту игру. Это действительно забавно. Притом не сказать же, что у тантеров есть что-то под этого воида хорошее, да? Ну, то есть Эмбер, но не сказать, что это прям жесткий какой-то скейл. И King of Kings смогли взять воида чуть пораньше вместо Акса, но сами дотянули до такого момента. Я за Медузу для King of Kings. Теперь Медуза выходит вперед. Она готова ловить себе арену Марса, Хронсферу. Естественно, она очень легко переживает всю эту историю по читам Мелича. И Медуза была бы хороша, но это Трорблейд. Это Трорблейд. Бедняга Акс. Все вообще на плечах Акса. Классный сет Акса, ничего себе. Какая красота. В общем, Аксу нужно будет Солянова дизейблить противника полностью. И если у него игра не пойдет, то они остаются без дизейбла. И успехов там. Лечу бабуле Инвокеру дать свой рассказ, когда у них на всю команду из хорошего контроля только Класса. Ну вот мне кажется, это проблема сейчас драфта King of Kings. Я с тобой полностью согласна брать Снэпфайр, который минимальный. Чаще всего что берут под снэпку? Марса, Войда. Ну там, я даже потенциально Энигма какая-то посмотрелась хорошо. Тайтхантер хотя бы уже что-то. Пак. Не помню, говорил о нем или нет. Ну то есть много героев, которые круто смотрятся со Снэпфайр. И также, которые в лейте очень круто смотрятся с Инвокером. А здесь у них более-менее, скажем так, один стан от Агры, от Акса, которым ты можешь промахнуться. И тебе еще нужно дотянуться, блинг собрать. То есть блинг сейчас первым слотом. То есть также не так часто собирают печенька. Опять же, не самое лучшее. Вот только разве что притяжка от Лича. Это все, что есть. И все это играет против Марса. Героя, которая прыгает, дает копье, один из них моментально отваливается. По драфту предаторы прям на коне. На большом коне причем. Когда у противника один контроль, ну в целом поиграть можно, да. Но когда у противника врагов два супермобильных кора, это ФСС Войт с Таймволком, привет, маленький кулдаун Эмбер, который летает вот сюда, доза один контроль в виде кола, который работает только через блинг, это совсем не то. Короче, соляра для, вот, подытожим соляра для Эмбера, вот, что я так подумал. Это же реально соляра для Эмберспирта. Конечно, на самом деле, Войт в драфт для тандеров не то, чтобы хорошо заходил, они как раз, я думаю, и взяли его, чтобы он не достался King of Kings. Но интереснее, на самом деле, показ очень такой хороший игрок, очень стабильный, поэтому я уверена, что хроносферы у нас будут качественные, хотя на самом-то деле, иногда даже от таких игроков хрона бывают не самые удачные. Все-таки играешь против живых людей, могут тебя в какой-то момент обхитрить и тому подобное. Рассчитываю увидеть от тандеров, возможно, даже в рамках этой серии, морфа, уж очень хорош на нем показ. Ну, а пока будем смотреть за его Войтом. Ребята, партнером трансляции является Винлайн, заходите к ним на сайт обязательно, кликайте на баннер под трансляцией и находите самые лучшие коэффициенты и получайте, кстати, бонус к депозиту в размере 2000 рублей, что очень даже неплохо. Ну, а мы уже будем смотреть, будет ли какая-то у нас драка за роны и будет ли что-то по вижену ломаться. Потому что, например, тандеры поставили максимально очевидный вард и пока не собираются King of Kings с ним ничего делать и как-то его чекать и там подобное. Ну, с Аксом не хочется бороться вначале, там где-то вот можно эту руну стырить у него хорошо, да, но если он вдруг начнет крутиться, больше дэмэджа делает в начале игры. Поэтому у нас ребятки-то аккуратненько разошлись, забрали три руны богатства. Линии у нас потенциально будут мощные, мощные, это как минимум мука, которая просто начнет терроризировать лича с орбофеномом. Вот он пошел. Оооо, да ладно, что творит Мэтью? Вот это четверочка. Это вообще одна из лучших, на самом деле, четверка в рамках Южной Америки. И если обычно я вижу там МК четверку, у меня все-таки такое, знаешь, скептическое отношение, то вот Мэтью на этом герое очень много грязь делает. Еще у него, кстати, очень шикарный вивер и вендренджер, но про это мы поговорим уже, когда непосредственно эти герои появятся. Кстати, еще можно сказать, что Мэтью сломал вард, то есть Тандеры забрали три баунти-уроны и минус вард, что, согласитесь, тоже очень приятно. Да, и очень приятно Лэйне и Тимка, который легко сокращать дистанцию к любому саппорту. У него орбофеном, 300 ранжа, и лич, он не может точковаться, отбегать, точковаться, отбегать, он это просто не может делать. Единственный вариант, это когда он кастует нову. Да, это опция, да, особенно он три мангусика взял обычно, вот на этот момент лич не просто приходит, спамят новый, вообще никого не подпускает к своему кору. Но здесь лич этим не занимается. То есть, с одной стороны, он магуса набрал, с другой стороны, он просто смотрит на тем, как ТБ на этой линии пока не дофармливает. И вообще, вот такой лич приходит, он думает, что с дотой произошло? Когда-то он приходил на линию, там были два миличника, ну и все было нормально. А сейчас что началось? Вот он, Марс, просто бьет с руки 250 ранжа, и МК сверху наваливает 300 ранжа, у них на двоих, у двух миличников 550 ранжа. Нападение на лича, но Марс был далековато, плюс у него все кнопки в кулдауне. Бенни прожимает форму, идет фокус по Мэтью, но без ресурсов лич, хотя у него мангусы имеются. И вот сейчас, возможно, нет, решили за Мэтью дальше не гнаться. То есть мы смотрим, у Марса на данный момент 10 крипов, у ТБ 8-9. То есть они формят приблизительно одинаково. В миде тоже все ровно, Эмбер 12 крипов, Инвокер 12 крипов, и что у нас на топе? А вот на топе у Войда определенные проблемы имеются. Но не сказать, что прям какие-то жесткие, потому что с Аксом они наравне стоят, плюс у Войда очень большое количество денаев. То есть вот 8-7 для Войда это очень много, пока спотеет. Как-то бабка не дорабатывает, бабки надо точковать после Лисоида. Вот он стоит, у него там гусики, он спокойно регенится, и она не мнет его так, как могла бы. Естественно, рассчитывать на горелку против Абадона мы не можем, просто потому что горелка снимается. Естественно, линия будет всегда пушиться под вышку, потому что Акс у нас крутится, если ему сделать хоть один удар. И по этой причине бабуле, ну единственное, что остается делать, это либо выпуливать, хотя там заблочен кэмп, либо бить Войда с Лисоида. И вот что-то она не торопится. Принести себе сентри вард, хотя вот что-то идет в курьере, да, но это... А, это сентри вард, вот он. И ей нужно успеть разблочить до 4-ой минуты. Абадона у нас фулл хп, фулл мана, поэтому у него есть ресурсы для того, чтобы, например, прийти и... Бодиблоким данный кэмп. Ага, бабуля. Бабуля, она сама свой кэм заблочила. Она хотела разбить вард, тут приходит Абадон и... Отвлекает ее от этого дела. Аксу нужно помочь. Вот сейчас Акс вот помогает, и они хотя бы выпулют это уже хоть что-то. Абадон против Акса достаточно неплохо смотрится, потому что горелка вообще никак не работает. Башка еще прокает у Войда. Но намного лучше. Теперь мы имеем вторую задачу, это выпулить крипчиков, но если Акс не поможет бабуле, то бабуля ничего не выпуляет. Абадон делает очень много работы, он сейчас снова находится рядом с этим компом, вот они, крипчики, идут, бабуля выпуливает. И он понимает, что лезть вперед, учитывая, что Акс находится рядом, не стоит. Поэтому вот одну волну они запулили. И в итоге у нас произошел First Blood все-таки. И как это было очевидно, он произошел на Личе. Ну, очень сложно ему здесь было против Марса и МК. Здесь МК его встретил, и ФБ достается... А, прошу прощения, МК и Эмберу достается ФБ, который с миды перетянулся. Тут те времена в Войт, он вообще ничего не боится, он просто в крипах пошел лупить Акса. Самое забавное, что Акса довольно-таки редко крутился, из-за этого ФБ разменялся в плюс на этой линии, находясь против Акса. А, ну да, оно понятно почему, у него Power 3, а у Акса только-только Ring of Hells появился. Ну, плюс, конечно же, щиток свою работу делает, то есть обычно ты как-то под горелкой дерешься, а здесь ты не можешь себе этого позволить, и, опять же, Показ вот агрессирует все больше и больше. Это такая, знаешь, ситуация, которая не должна была произойти, где Войт агрессирует на Акса. Это очень хорошо, что крипстат вот от ранней ПТ очень много дает. Ну, по итогу, на скиллухе. На скиллухе у нас ребята сверху прекрасно ставят против суперагрессивной линии бабуля плюс Акс. Теперь Абадон на скиллухе просто будет бегать по всей карте на бешеном мейсе и расставать варда, потому что, по сути-то, он уже Войду не нужен сверху, там Войт и сам справится один на этой линии. Ну и бабуля думает, чей бы им заняться, она такая, оп, вот урунку, урунку, урунку надо помочь забрать. У-ка, печенька, печенька. Ну, без печеньки нормально. Погоняет Абадон, и что? Так, ребята, у нас появились коэффициенты от нашего партнера Винлайн. На тандеров на матч 1.05 и на Кинг оф Кингс 7.50, на первую карту 1.18 на тандеров и 4.0 на Кинг оф Кингс. Вот такие вот коэффициенты, так что не забывайте заходить на сайт и получать бонус к депозиту. А мы вернемся в игру, и в игре у нас, в принципе, забрали Эмбера в виде, сколько сил потребовалось Ильича, и Снэмфаер перетянули. Ну, им просто нечем заняться, они не знают, что им делать. Вот, допустим, Лич на легкой линии, все, он в свою линию отстоял, он не очень хочет водиться с МК, который там бегает с орбов, и там его лупят. И поэтому он побежал. Но, в целом, можно организовать супер мощную трипл линию, там Акс, Лич, Бабуля, там сразу Нова, щиток на Акса, Акс врывается, начинает кого-то колить, Бабуля кидает печеньку, и они кого-то разваливают. Например, МК, вот он. Вардики чекает. Вот, а у них трипла, у противника будет ужасная, там будет Абадон, МК и Фейсли Своид. Эти три герои не то чтобы сочетаются между собой, поэтому... Поэтому надо бить МК, вот он МК, а вот и Эмбер. Да, вместе с Эмбером они легко должны забрать Лича, в принципе, разве что нейтралы могли его добить. Еще Эмбер агрессирует и на мини, ну, уходит на Ремнант. Забрали саппорта, в целом довольны, не особо что-то потратили на этого саппорта. Просто за счет вот как раз перемещения от Мэтью, получается, сделать такие легкие фраги. В миде нападение на Эмбера от Инвокера. Эмбер остается без маны, запрыгивает сюда Мэтью, чтобы как-то привлечь внимание. Печенька от Бабули, Мэтью. Палка пошла, прилетает сюда Войт с Хроносферой и Хрона по двум героям. Приходят Эмбер, Фисты, сейчас еще Копье от Марса. Как же красиво Тандеры принимают и идут дальше, взлечем уже подвышку Лич третьего уровня. И сделать он здесь ничего не может. Это минус три и даблкил для Даркмага. Если свой какой-то максимально дерзкий, он на линии бега Лупи Лакса, в прямом смысле слова, вообще на Эйзи. Идут вообще при любой удобной возможности, подключаются к движухе и очень круто помогает команде. Максимальный импакт. Более того, он еще умудряется иметь второй Крепстат на карте, вот, при таком раскладе. Так, ну и Нетверс у него, ну да, и Нетверс у него в районе ТБ. Хорошо? Хорошо ему. Хорошо живет парень. Ну вообще, действительно, крутой Войт, но показ он, я уже говорила, что он очень такой хороший, стабильный кор, и приятно за таким Войтом смотреть. Мы, как мне кажется, так и должны делать Войды, подключаться при наличии Хрона к своей команде, как бы он сделал в данной ситуации. Ну, а дальше уже просто Войт агрессирует на Акса. Это очень забавно смотреть. Такое из-за, я сейчас смотрю, башки нормально прокают, у него там башки в четверочку взяты. И Акс, несмотря на то, что у него имеется вангвард, у него 4 брони плюс 2. Если там башки заходят, с любым плюс 1 плюс 2, они разваливают. Но, 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 тут самое интересное, сейчас это вот игра для Эмберспирта. В миде нападение наличия, аркейн руна у Эмбера, фисты, стики используют лич, ну, его, скажем так, мало что спасет, и при том никто не летит с тиммейтов на подсейв, инвокер был далековато, у него телепорт был в кулдауне, плюс он пока вообще не то, чтобы супер хочет драться, хотя у него есть урна, и с ней ты вроде бы хочешь драться, но, с другой стороны, у тебя в планах Мидас, поэтому тебе какое-то время и подфармить желательно было бы. В общем, сейчас не то, чтобы полезен против Эмбера, из-за того, что Эмбер не качал флэмгвард, ему даже снимать нечего. Там, с одной стороны, да, торнадо коллснаппа, с другой стороны, просто парень бегает, с четвертыми фистами всех лупит. Вот они его нашли, вот они пытаются ему что-то сделать. Стики, стики, пошел, пошел, Реген, и ремнант он заранее не оставил, но и все, бутончик, бутончик работает, бутончик отрабатывает, он живет хорошо. Все потратили в Эмбера, Эмбер еще так нагло подошел к руне, забрал Реген просто перед носом, и теперь ему не нужно никуда идти на базу, и что-то в таком духе, то есть вообще все просто шикарно. Слишком хорошая игра для Эмбера, намечается. Приятно играть в такой игре, где все, что делает противник, все это дело контрит со щитом бутона, он улетает куда угодно. Итого мы следим за веселой фермой. В исполнении Редиант, так как у них сейчас Акс, он никуда идти не хочет, у него блингдагера нет, у него вангуард, ему хочется фармить. То же самое делает ТБ, вообще по-хорошему ТБ нужно с Аксом поделить лес, потому что если ТБ будет фармить этот треугольник, то Аксу негде фармить. Вот ему нужно как-то распределиться. Ну и Минвокер, Минвокер пока он Мидас не купит, он тоже горит желанием куда-либо уйти, просто потому что если он не купит, он будет очень низкого левела, поэтому эти ребята просто фармят. Некие ганги, некие выходы, вообще ничего их не интересует, они просто будут смотреть как Эммер. Сейчас вот, допустим, возьмет очередную руну и пойдет за кем-нибудь поохотиться. Да, и кстати, ребята, смотрим ДПС вместе с Хавейл Джолионом Экспертом по стрелечным хаткам. Хотите узнать больше, кликайте по баннеру под трансляцией. Так, ну у Марсевича Бринг раньше появится, потому что вангвард он не собирал. Эммержа тронул. Как раз 15 секунд, и скоро начнется движуха. По движуху уже перетягивается МК, которая занимает позицию рядом с Рошаном, и пошел светить вражескую тройку. Может быть ТБ найдет, там может быть какой-то Аксевич. В любом случае, либо центр, либо тройка. И вот он, танчик пошел, копьем, вау! Просто разрывают инвокера, а потом МК так нагло идет вперед. Захотят, скорее всего, подпушить тавер, но крипы далековато. Здесь еще Эмпер зонит своими фестами вместе с Абадоном. Здесь три плотных героя. Все-таки вышку сносить им, скажем так, не так просто, учитывая то, что у них пуш-потенциал не самый приятный. Нормально, все равно вышки никого нету, потихонечку лупим, отрабатываем. Если никто давать не будет. Притом щит у Лича, Фростшилд, который в тройку, поэтому неплохо было бы его накинуть. Глиф уже потратили. Акс запрыгивает, обадение на Эмбера. Щит от Лича. Эмбера, скорее всего, должны забрать такой ситуации. Ветра от инвокера, забирают Эмбер Спирита, переключаются на Абадона. У Абадона имеется ультимейт. Абадон идет, здесь стенка от инвокера вышла не самой удачной, поэтому панда будет жить. Отделались смертью одного Эмбера, появился блин Коакса, который они реализовали, и в итоге Тавр не отдали, Эмбера убили. Там хроносфера, и вернется Эмбер, Эмбер вернется. Ребята играют с огнем. Вообще ничего нет, они все потратили. Мужики, аккуратней, аккуратней. Б1000 хп, мужик. Осторожно. Арена, хроносфера, и тебя нет. Ты же это понимаешь? Он понимает, он уходит, смотри. Он бегает, и все остальные убегают. Эмбер уже находится на позиции. Без ультимейта бабули выиграть драку будет сложновато. Выучка ставит биты, и вообще сейчас хороший вариант для фасилисоид Эмбера за форс какую-то драку, но они решили никуда не торопиться и просто продолжили фармить. Ну, вот с блинком Акса райденты готовы играть. Акс с блинк Даггером, это вот сейчас вот тот, кто имеет все карты в руках, чтобы хоть что-то можно было делать. Вот, конечно, Абадон не хочет прыгать, так вот, нажимаешь, убежишь, а тут Абадон. Полная фигня. Тут у Эмбера. Затут на Эмбера. Опять же пошло ЭМП, Марс, Арена, пригвозили Акса. Эмбер остается без маны. Печенька от Снэпфайр по Марсу, Арена от МК и Хроносфера просто в трех героев. Притяжка у нас по Войду пошла от Лича, но в Снэпфайр с Инвокером погибают очень быстро. Забирают также еще у нас и Акса, это уже минус 3. Иду дальше за Личом, запрыгиваю туда МК и даблкил для Эмберспирита. Ну и, скорее всего, минус Тавр. Это 4 в 0. Без, соответственно, ТБ подраться не получилось. Была шикарная Хрона, шикарная Арена, только синициировали на Эмбера, как сразу же была ответочка от Тандеров, и при том шикарная ответочка. Какая-то жесть получается. То есть, если они видят Абадона, они не могут с него ворваться. И при этом, если кто-то рядом бегает с Абадоном, сейчас рядом с ним бегал Эмберспирит, они и в него не могут ворваться. Вот они ворвутся в него, просто Эмбер получает щиток, хил, и улетает. В итоге Акса он как бы прыгнул, никого не убил, никого не разрубил. И всё, он там бегает, еле-еле перемещается, у него нет этого бафа от Крингблэйда и поминочная. Ну а дальше уже подтягивается, вот, все там что-то раскрылись, о, мужики, здорово, я с вами сюда. Первый, второй, третий пошёл. Короче, Абадон жёсткий герой. Как мне неожиданно оказалось. Слишком жёсткий для Акса. Да, Абадон пока доминирует, и Аксу очень сложно играть на этой карте, то есть вот собирает он следующим слотом себе БКБ, а так, кстати, нападение опять же идёт на него, но с Нэмфайр ультимейт. Бабуля, бабуля работает. Оскара проблемы там. Да, ну вот когда Абадона нет, конечно же, всё попроще, несколько раз забрали одного. Молодцы. Единственное, вот, они ультимейт бабуля тратят этот довольно-таки ценный, довольно-таки ценный ресурс, когда, особенно, вот, начинаются драки, там, в районе 15-16 минуты, потому что потом, когда ультимейта у бабули нет, всё, драться-даться нечем, бабуля, беги. И все бегите, бегите, глупцы. Без ульта бабуля здесь дэмэджа тупо не хватит. На самом-то деле, очень важную кнопку-то прав потратили, но, учитывая, что они забрали хардлайнеров, в принципе, не так-то и плохо. Им сейчас любой фраг важен, потому что на данный момент всего три фрага для себя смогли сделать King of Kings, и вот в ответ 12 фрагов от тандеров. Преимущество 2000, казалось бы, на самом-то деле это не так много, но там же ещё и по опыту. Вот мы можем посмотреть, что у нас думает Дота. Дота думает, что 63% на данный момент вероятность победы за тандерами. Я думаю, что как-то вот квас-вексовый инвокер, он даже не постарался приоритовать, может быть, сейчас у него что-то получится сделать, но вот что-то он в последнее время просто 3 минуты лупит лес. Вот он, и он вот видит его. Опа, станчик. И воет, пошёл. Унта, имеется. И бабуля, показалось, бабуля без ульты, инвокер убегает. Всё, убегайте, живы-здоровы. Так, и на не будет. Короче, то есть вот он пару раз буквально вышел, кинул торната, и всё, он пропал, он шёл фармить лес. Сейчас он фармит лес, имея экзорт 2. То есть вот если инвокер вот так вот планировал играть, то, возможно, в таком раскладе ему сразу профитнее было бы просто брать экзорт и быть этим экзортовым инвокером, потому что он как-то вообще с карты пропал. Вот он купил урну, которую он ни с кем не бегает, не заряжает. Вот у него мидос, он с ним просто бьёт лес. И мидера... Ну сейчас просто нету райдент. Райдент без мидера играет. Стараются как-то пытаться перефармивать, но это сделать очень сложно. ТБ перефармливает Войда там вообще на сущие копейки, у них одинаковые на Творс. Хотя ТБ в основном всё, что делал, бил крипов, а Войд-Войд подключался к своей команде при первом удобном случае. И, кстати, для Войда здесь, в отличие от того же самого ТБ, игра очень сложная. Показы демонстрируют себя просто на очень крутом уровне. Почему она сложная? Во-первых, из-за дэмэджа в купол. Это раз. А во-вторых, из-за того, что есть такая, знаешь, подстава с ультимейтами Снэпфайр и Инвокером. Потому что Войда как раз в своём ультимейте может получать ультимейт Снэпфайр вражеское в лицо. И ему нужно обязательно закрывать стараться этих героев. Там особенно потом потенциально, если у Агоним появится у Инвокера, ему хроны давать очень сложно. В миде у нас забрали за счёт арены снэпку. Ну, не особо важный фраг, но тем не менее. Я только что видел, как Агст прыгнул в Эмбера, и Эмбер успел начать фисты. И для Агста это шок. Потому что по сути единственное вот оружие, которое у него имеется, его можно отконтрить фистами. Спел, которого кулдаун 6 секунд. Получается, что на нулевом пинге, если Эмбер готов, если он видит Акса, он понимает, что он сейчас прыгает, то он вообще его не заколит. Как же это жесть. Да, бедняжки Акса. И в итоге, что ему делать? Что ему делать? Что ему делать? Нажать ещё один смок, и постараться ворваться, когда его не будет видно. Пока арена в кулдауне, можно попробовать куда-то выйти, потому что если сейчас ничего не делать, то в дальнейшем будет ещё сложнее играть. Сейчас у нас счёт 3.13, 2-3 тысячи преимущества. Хроносфера у Войда также имеется. И, кстати, у него появился уже Мьолнир. То есть Тьмом, Орбов Корошин, ПТшка, Мьолнир. Очень хорошо всё с фармом у Войда. Ни разу он не погибал. И следующим артефактом делает себе Блокимбар. Там замес намечается. Как-то они стрёмно побегали по своему лесу в смоке. Понимаю, почему они так решили побежать. Вот, и... Вот я смотрю на героев и понимаю, что инвокер с... Именно класс вексовый инвокер с Марсом не очень круто, точнее, с Саксом не очень круто сочетается. Расскажем немножко к водам. Сейчас у нас Эмб разбегает хостой во вражеский лес. Пошёл, пошёл, пошёл. Вражеский треугольник треугольник забрал. Вижен имеется. Абадончик находится рядом, чтобы в любой момент подсэйвить щитком. И где-то там ещё рядом бегает Марс. И вот в смоках... Вот он, вот он, всё. Уже убегаем. Это самую неприятную цель. Ставится арена от Марса. Зажимает уже потихонечку Акса, но щит от Лича, притяжка, Эмбер на хосте. Просто четырёх героев на себя берёт. Идёт Войт с хроносферой. Сейчас, возможно, будет хрона у нас по Аксу. Агр. Пригвоздили Акса, и Снэпфайр разультилась. Теперь Войт может ставить своё хрона, и ставит он его на инвокера. Инвокера забирают, инвокер с байбэком, но пока не байбэкается. Такой бодрый замес, а в минус вышел только лишь один инвокер. Ну, Снэпфайр потратила ультимейт, ДБ не прожимал форму. Заход на Рошана. И Рошанчика бьют. Радиантом надо защищать Рошана. У них все ульты, кроме ультимейта, бабки. Анлокер, СББ, надо выгонять. Да, так вот, почему квасовекс инвокер полная фигня с Аксом? Потому что, ну что у него там, кодснаптер надо? Что одно, что второе, кидать в кол не хочется. Хочется, чтобы герой, который находился в коле, он бил Акса, и Акс крутился. Еще у него есть колснап. Колснап крутая штука, но никогда нужно бить Акса, потому что, если на героя вешается колснап, и там герой постоянно получает вот эти вот там мини станы, то он Акса бьет реже. Соответственно, Акс меньше крутится. Соответственно, квасвексовый инвокер Акс, это вообще анти-синергия. Вот есть герои у нас, которые там любят синергировать между собой, а это анти-синергия. Вообще, как подумаешь. Зацепили у нас, кстати, инвокера, появился Орчед, у Мэтью, и... Снова упал, да? Да. Ну, обратите внимание, что МК у нас на Мэтью собрал... Мэтью на МК собрался дворщит. Это такой не самый стандартный билд, да, для этого героя. Но он часто так играет. А в это время у нас параллельно погибает еще и Снэфайр. Плюс заходит Марс, Арена, нападают на ТБ, Чайник, отличая, очень неплохой. Успевает Сандер поражать ТБ в Марс, Чайник полетел просто шикарно, но добить никого не получается. И Эмбер теперь идет за Бенни. Бенни уже без ресурсов МК запрыгивает. Это трипл килл для Эмбер Спирита неудержим. Даже одного героя сейчас за все вот эти файты не получается забрать у Кинг оф Кингс. А теперь уже с чистой совестью добивается Рошана. Он практически не особо страдал. 9 тысяч за Тандерами. Дотан, я думаю, что там уже показывает нам проценты гораздо выше. Понятно, что там уже 100%. То есть вот здесь уже был хороший показательный пример для Рейдин, то что все, для них вот игра уже давно закончена. То есть вот они сейчас видели, как легко их разваливают. Абадон, он мало того, что он вставляет дикие палки в колеса Аксу, то есть вот этот Акс, который видит Абадон, он подсвечен, не может прыгнуть, его там фисты дали, там блинк сбили, все, он не герой. Абадон еще прекрасно впитывает ульт бабули с ультимейтом Лича, особенно когда вот Чайник в него улетает, это вообще шоколад. Там ультимейт подрубил и полностью восстановился. И в итоге, каким-то образом Рейдин это нужно придумать, каким образом они смогут обойти за спину, найти там какого-нибудь фастильства Эмбера, начать так, чтобы Абадон был не в Рейдже. Но, честно говоря, все это, оно почти нереально, так как здесь нужно просто Абадон бегать рядом с двумя своими корами, и они никого вообще не смогут сбить в драки. Они за 23 минуты сделали три фрага. Три фрага за 23 минуты. 10 тысяч Аегису Войда хроносфера имеется до БКБ, я так понимаю, совсем вообще БКБ должно лететь. Да, БКБ летит для Войда. Все. Забирать остатки Р2 товара. Подцепили Лича. Напоминаю, что Орчат имеется у Мэтью, поэтому Лич здесь погибнет максимально быстро. Два саппорта с ним разбираются. Мэтью вообще 14 уровень. Статистика у него была до этого фрага 0.0.13. То есть, прям идеальная четверка. В это время у нас Эмбер еще нападает на Снэфайр. Сейчас будут фисты, но добьет, добьет. Он уже не оставит ее в живых. Омбер уже такая игра такая забавная. Он уже оделся. Да, Марс бьет, правда, кстати. Марс бьет. Марс бьет. Не Марс бьет, а Марс бьет. Красавчик. Так вот, у Эмбер такая игра приятная, что его там за рассказ 10 маны. Он просто бюджет один в любого героя. За ним бюджет Абадоныч. И он что хочет, что и делает. Вот его сейчас вот заколили. Подцепили Эмбера, да. Но Марс сразу же запрыгивает. Арена от МКа ставится. Переключаются на Акса. Акс погибает. Отпустят ли ТБ? Здесь Снэфайр рядом была. Вроде бы отпускают. Ну, хотя бы ТБ ушел. Ну, да. То есть, не хватает урона уже для того, чтобы его забрать. И здесь теперь мы ждем, когда же Рейденты поймут, что как бы счет 3-2-2. Все, пора сдаваться. Счет 3-2-2 пора сдаваться. Ну, вот и счет. 3-2-2, правильно? Правильно. 3-2-2, он мини тоже увидел этот счет. Так, находят Лича. Сейчас будет 3-23. Просто посмотри, что Войт творит. Как он уже агрессивно может позволить играть. Шардецкий есть. Они просто по-базь гадаются. Туда-сюда, там что-то все бегают. Никого взять не получается. Вон, прыгнул, хроносферку поставил. Как в двух герой. Забавный момент, что он мог еще уйти назад. он просто прыгнул, посмотрел, опа, два героя. Поставлю хроносфера, поставил и ушел. И забавен тот факт, что у противника нет вообще никакой защиты на хроносферу. Вообще. То есть, вот этот щит Лича, это, конечно, же штука классная, она здесь не спасет. Даже если кинет, тут все равно слишком много демонов противника просто кого-то выносит. Арена ставится от Марса, Акс запрыгивает. В принципе, неплохо, но не забываем, у Войда имеется Аегис, чайник Лича летает. Сейчас палка от МК и очевидно, что ТБ здесь не выживает дальше. Последний выживший герой, но недолго он был последним выжившим героем, потому что с ним тоже разбираются. И 17 тысяч 328 заход на хайграунд на 27-ой минуте. Максимально просто от Тандеров так, в принципе, как и должно было быть. Как и всегда. Так, как должна была проходить эта карта, потому что они здесь явные фавориты в этой встрече. И на протяжении, как я уже говорила, всего сезона они показывали стабильную, хорошую доту. Я бы даже сказала... Ну, они бодринг играют. Да, да, действительно. Здесь вот сразу было видно очень многое на стадии лайнинга, потому что по идее Войда от Акса, ну, он не то, чтобы прям жестко страдает, но, по крайней мере, он сам на него не нападает. А мы видели абсолютно противоположное. Сейчас показ чувствует себя максимально комфортно, 3000 сверху, 3300 имеется, собирает бабочку. Юл появляется у МК, 20000 перевеса. Пока King of Kings в Good Game не пишут, но я думаю, что вот заход на следующую сторону уже будет решающий. По поводу Акса, бы я сказал, что вообще любой паберский Акс, он прекрасно знает, что если там вдруг на линии что-то происходит не по плану, ну, не овнет он, да, там, миличника. Всегда вариант просто обойти за крипов. Можно еще эти крипов увезти на нейтральный кэмп, зафармить и нейтральный кэмп, и нейтральных крипов, это при том, что против него стоят два миличника, Воид и Абадон. Воид за ним бегать не особо, захочет, потому что он там стоит под ливочкой сам сбирать крипов. Ну и Абадон, естественно, если он будет подходить к Аксу, когда он крутится рядом с крипчиками, он тоже будет попадать под раздачу. А, ну, у него там еще бабули на ассисте. Поэтому любой Акс, вот особенно Паверский, он знает все эти фишки, и вот здесь вот почему-то этот Акс, он просто стоял на линии и смотрел, как Фестерес Войт деняет крипчик за крипчиком нон-стопом. Там, помнишь, был какой крипштат? 8 на 7, по-моему. Ну да, он очень много денайл крипов. Да, не совсем здоровая ситуация, когда Воид стоит против Акса. Ну а тут что, 20 тысяч, МК пошел. Даже не пошел, а попрыгал. Да, и сразу залетают на Акса, тут и Лич пытается еще разбить Ивижн, ставится арена от МК, выбрасывают, правда, из нее Акса, ну, разбираются с Личом, Эмбер прыгает дальше, Акса все-таки добили, мини уходит в Инвиз. Ну, Воид, посмотрел, говорит, мне, в принципе, и так сойдет. Забрали в итоге Хардлайнера и пятую позицию, потому что он может забирать последний еще внешний тавер, который остался у King of Kings, но Воид вообще думает, что, в принципе, мне и так неплохо. Можно сразу зайти на хайграунд по ботам. Мастерич подпитывает. Последний замес. Ждем прыжка в СС Войда. Просто подвоим и врываемся. Идеально было бы закрыть как раз ТБ, конечно же. Сейчас бы вардец поставить какой-нибудь вот лодочку снесли, поставить вардец, есть хороший вижен, вот на все это дело прыгает в СС Войда конечная. Вардец есть? Нет, нет варца. Ну ладно. Тогда будем ждать, когда закончится смог. Кажется, они так легко забрали тавер, могли бы и бараки забрать. Ой-ой-ой. Ты посмотри на их микро. Нормально, нормально размикрил. То есть, что Эмир сплевает, если нажать, что он? На СС Войде первый же раз. Арена, Акс, буквально за считанные секунды убивают, прыгает у нас Войд и краешком цепляет инвокера, посмотри хроносферой, да? ТБ тоже был в хрону, пока не наносил урон, прыгает Войд дальше, забирает еще Снэпфайр, в это время три его героя дерутся с ТБ, гудгейм, вэлплейт, первая карта за тандерами, без единого шанса, 3-35 счет, максимально разгромно, очень серьезно отыграли тандеры на этой карте, без каких-то даже, вот знаешь, еще можно сказать, похворить, наверное, хочется всех, Войд подключался рано к команде, Абадон шикарно сейвил, Эмбер играл активно, там отличные были арены со стороны Марса, Мэтью на МК вначале очень много помогал, там 1-0-20 статистика на четвертой позиции, что тоже очень неплохо. Как тебе карта? Как тебе Южная Америка? Мы поздравим Макса, мы поздравим Макса с тем, что теперь он больше этого героя брать не будет, потому что когда единственный вариант, как начать драку, контриться таймволком или фистами в момент прыжка, в момент кола, это все, это конечное, и теперь Секси Файт выберет себе любого другого планира, с которым он, возможно, сможет на верочку начать драку, а так, что, тандеры крутые, да, очень крутые. мы с Димой уходим на небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам через несколько минут. degenerает за кадром, без названия льва, кольцей, если вы хотите Продолжение следует...